Девушки отдыхают Тот обнаруживает, что есть место абсолютной тишины, и есть даже люди, способные эту тишину генерировать. А тайна, окутавшая город, требует того, чтобы сбежать из этого тоталитарного мира и сражаться за истину. Ну же, Тот, ты почти мужчина. Сражайся. Думай тише. Я пытаюсь, пытаюсь. Давай. Режиссер фильма Даг Лайман. Это тот, который снял мистера и миссис Смит. Нам нужен Конг. Он нужен всему миру, чтобы предотвратить угрозу. Эта девочка. Он общается только с ней. Я знаю, что у них есть связь. Ей было некуда идти, и я пообещала защитить ее. Мне кажется, что в каком-то смысле Конг пообещал то же самое. Гигантский Конг встречает неукротимого Годзиллу, и теперь миру суждено стать свидетелем битвы, которая решит, кто король всех монстров. Это Годзилла. Это первый фильм за 59 лет, в котором появятся и Годзилла, и Кинг-Конг. Перед съемками фильма режиссера спросили про разницу в росте Конга и Годзиллы. Он признался, что у съемочной команды возникли трудности в определении роста монстров. Слушай, Ая, ты бы хотела, чтобы тебя усыновили, и ты жила где-нибудь в другом месте. Сиротка Ая совсем не против проводить все время в приюте, где она давно научилась добиваться желаемого. Все меняется, когда на пороге появляются странные взрослые, желающие удочерить девочку. Берем вот эту. Я никогда раньше не делала ничего против своей боли. Режиссер в одном из интервью сказал, идея картины пришла к нему после размышления о том, что в Японии много взрослых и мало детей. Заклинание в конце книги.